Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в одном из прошлых видео мы обсуждали с вами тему создания идеального клана. Но что делать, если вы не хотите его создавать? Кстати, если вам интересна тема, как создать идеальный клан, то ссылочка будет в описании, плюс вот она наверху. Переходите, посмотрите, я больше чем уверен, что вам мало того, что будет интересно, так еще и познавательно. Так вот, ребят, если вы не хотите его создавать, если вы хотите просто найти себе клан, в котором будете комфортно себя чувствовать, ну и соответственно будете довольны тем, что вы являетесь одним из участников данного клана. Как это сделать? Я бы сказал, что технически сложного в этом абсолютно ничего нет. Вы просто заходите в кланы, там нажимаете найти клан, в моем случае это через вот эту кнопку происходит, поскольку клан у меня есть и в клане я состою. Вы в клане, если не состоите, то у вас будет просто зеленая кнопочка поиска клана. Все, все дальше то же самое. Вы можете выбрать себе клан из списка, вы можете найти его по названию, либо по тегу. Вы можете выбрать себе язык общения в этом клане, ну согласитесь, потому что если вы, допустим, попытаетесь даже попасть или попадете в клан какой-нибудь, допустим, польский, то, соответственно, не имея знаний польского языка, вам будет там, ну очень сложно. По крайней мере, вы будете существенно выпадать из обоев. Если вы возьмете поиск по языку, то вам, соответственно, предложат те кланы, которые имеют свободные места и при этом ребята общаются именно на известном вам языке. Что могу сказать от себя? Не ужимайте поиск клана исключительно в понятие результативности и успешности, потому что ни одной только результативностью клан живет. Но даже если вас интересует результативность и успешность клана, и вас интересует, насколько хорошо они отыгрывают каждую неделю, и сможете ли вы забирать оттуда максимум, я имею в виду награды за клановые боевые задачи, то рекомендую следующее. За несколько часов до обновления клановых боевых задач зайдите в соответствующий клан, нажмите вот сюда и посмотрите, сколько клан собрал медалей за неделю. Как видите, данный клан не является крайне результативным, потому что один только игрок сделал 46 медалей, все остальные сделали меньше и было их там буквально пару человек. Их всего, в принципе, если я правильно помню, 19, ну а все остальные остались с нулем. Это говорит о том, что здесь, в этом клане, мало кто заморачивается по поводу выполнения клановых боевых задач. Посмотрите на результативность, в первую очередь, главы клана и его заместителей. Потому что если эти трое товарищей давно были в игре, а тот же самый глава клана был очень давно и заходил в игру последний раз 22.06, ну а его заместитель заходил 10.09, то, наверное, ребят, в этом клане, ну, не сильно, не сильно живая обстановка, и глава клана, в принципе, кланом не занимается ровно как и его заместителем. И навряд ли этот клан, если вас интересует результативность и успешность, и вы хотите проявить себя, вам подойдет. Но в любом случае рекомендую смотреть эти цифры именно за несколько часов до обновления клановых боевых задач. Почему? Потому что есть такие игроки, в моем клане в частности, которые могут в течение 5 дней ничего не делать, а потом зайти и выполнить достаточное количество клановых боевых задач для того, чтобы получить максимальный результат и быть максимально полезным. В дальнейшем, ребят, я рекомендую вам связаться с главой клана. Как это сделать? Вы можете нажать на его никнейм, нажать на чат, ну и, соответственно, написать ему соответствующее сообщение. И в этом сообщении вы можете задать ему вопросы. Вопросы на предмет того, какие есть требования к игрокам, что требуется от тебя для того, чтобы тебя считали успешным и не удалили потом из клана. Ну, есть ли какие-то отдельные правила? Потому что в моем клане целых 6 правил, с которыми ознакомливается каждый претендент перед принятием решения о принятии его в клан или нет. Вы можете ознакомиться в отношении того, какие требования есть в отношении вашей статистики, если такие требования в клане присутствуют. Ну, или ищите себе тот клан, который вам подходит по уровню статистики в целом. Вы можете зайти в любой клан перед тем, как отправлять свою заявку, а с заявкой спешить никогда не надо, зайти в, опять-таки, участников клана и посмотреть на их процент побед. Если вы увидите, что в данном клане средний процент побед соответствующий вашему, то, соответственно, вам там действительно место. Если вы увидите, что клан либо слишком имеет низкие показатели, средние на каждого человека по уровню успешности, либо слишком высокие, то, соответственно, вам в этом клане, скорее всего, делать нечего. Вы либо не будете дотягивать до нужных им показателей, либо, по крайней мере, будете чувствовать себя где-то там позади, либо, наоборот, клан будет тянуть вас вниз. Поэтому выбирайте себе что-то среднее. Да и вообще, ребят, не выбирайте себе клан исключительно исходя из того, какой процент по победам у клана или сколько они уже прошли боев. Не выбирайте клан по уровню успешности. Клан создаете вы. Вам необходимо в первую очередь подумать о том, что в клане вам должно быть комфортно. В клане вы должны получать удовольствие не только играя, не только побеждая, не только настреливая, но еще и быть частью какого-то сообщества, в котором вам приятно находиться. Ребята, которыми вы можете гордиться, что вы играете вместе с ними. Ребята, с которыми вы сможете пообщаться в чате, пошутить, посмеяться, весело провести как-то время, отвлечься от будней. И, что самое интересное, иногда в чате гораздо интереснее посидеть в течение 15-20 минут, попереписываясь с кем-то, нежели просто зайти и поиграть ради клановых боевых задач. Так вот, ребят, что я хочу предложить вам по итогам всего. Но для начала не торопиться с отправкой заявок. Не рассылайте свои заявки по всем возможным кланам, а бы, глядишь, где-нибудь взяли. Определитесь с списком из нескольких кланов, в которые вы хотели бы попасть, исходя из ваших предпочтений, пожеланий и ожиданий, что самое важное. После этого свяжитесь с главами этих кланов, либо их заместителями, уточните все необходимые вам вопросы, и только после этого спрашивайте, имеет ли смысл вам отправить заявку в клан. Ну и уже если вам согласовали возможность отправки такой заявки, то, соответственно, отправляйте заявку и поддерживайте живую связь с теми, кто принимает решение о принятии, либо непринятии в клан. Это те советы, которые я хотел бы вам дать. И, как я уже сказал, не гоняйтесь за статистикой клана. Статистика клана – это то, что зависит лично от вас, безусловно, как и от многих других. Плюс к тому, ребят, данное видео является частично объявлением о том, что я создал два дополнительных клана ГСН и приглашаю всех желающих принять участие в отборе в две фокус-группы по 49 человек. Ну, потому что 50-е место буду занимать я, как глава клана, как одного, так и другого. Первый клан – это ГСН Фан. В этом плане будут собираться игроки, у которых процент по победам составляет менее 56%. Если у вас стата менее 56%, и вы предпочитаете играть исключительно ради удовольствия, но готовы приложить максимум усилий для того, чтобы построить сильный, мощный и успешный клан, пускай даже не из-за статистов, то, ребят, вам обязательно к нам. Есть отдельные правила данного клана, и, как я уже сказал, с правилами клана я ознакомливаю всех претендентов, когда они присылают свои заявки через чат в игре. Я присылаю вам правила, вы их читаете, если они вас устраивают, и если клан, в принципе, по определению и по вашим ожиданиям подходит вам, то тогда мы, я думаю, найдем с вами общий язык и сделаем клан ГСН Фан действительно веселым и задорным. Ну и второй клан, который я уже создал – это ГСН Стат. Там будут собираться игроки, у которых статистика более 56%. И чем выше ваша статистика, тем больше ваши шансы попасть в этот клан. Опять-таки, вы считаете себя крутым игроком? Вы действительно думаете, что вы один из лучших, и вы можете это доказать? Пожалуйста, отправляйте заявку, мы соберем 49 человек, которые имеют великолепную статистику в этой игре, и вы самостоятельно, своими руками сможете построить наилучший клан, который может только быть на Евросервере. Хотите поучаствовать в этой движухе? Обязательно отправляйте свои заявки, я больше чем уверен, что вы об этом не пожалеете. Жду ваших заявок, ну а всем остальным, кто заявки отправлять не хочет, но находится в поисках клана, желаю вам найти то сообщество, в котором будете понимать не только вы присутствующих, но и присутствующие будут понимать и уважать вас. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»